Девушки отдыхают Как будто не знаешь Талантливая советская актриса Ирина Корыдникова Оставила после себя не так много картин Совершенно непонятно, куда смотрели режиссеры И почему очень редко приглашали на съемки Больше всего актриса запомнилась зрителям В военной экранизации «Свадебная ночь» И драме «Кто стучится в дверь ко мне» Ирина Федоровна появилась на свет 22 апреля 1956 года В самой обычной московской семье Вначале она училась в общеобразовательной школе А когда в столице открылась первая школа с театральным уклоном То перешла туда В старших классах девушка решила поступать В эстрадно-цирковое училище Экзамены она сдала успешно И попала на курс Рудольфа Рудина Знаменитого пана Гималайского В училище педагоги прочили Ирине блестящее будущее Все были уверены, что яркая и одаренная девушка Обязательно станет прекрасной театральной актрисой На тот момент ее наставник Рудин Руководил московским театром миниатюр И обещал после того, как она получит диплом Взять ее в труппу Однако произошли непредвиденные события Рудольф и Григорьевича сняли с должности И осуществить задуманное он не смог Несмотря на талант и прекрасные внешние данные Корытниковой трудно оказалось найти свой театр Куда бы она ни обращалась Везде ей отказывали Нужно отметить, что Ирина не только владела Актерским мастерством, но и прекрасно пела В конце 70-х Актриса дебютировала в киноповести Камертон, где сыграла Старосту класса Таню Севастьянову Вы меня просили собрать тетрадь с тем сочинением Но об учителях Так В коридоре я увидела у себя три ошибки и поправила Как же ты могла Ведь другие тоже торопились Ты пример класс Что же я тогда смогу требовать от других Не ожидала от тебя Но хорошо, что призналась Это действительно все Я завела тетрадь В сюжете рассказывается о проблемах старшеклассников и первой любви Немного позже Обаятельная актриса Приняла участие в съемках военной картины Свадебная ночь Перевоплотившись в главную героиню Партизанку Валю Боится-то вы как? Что это ты, Валя? На вы перешла, чудачик Ну извини Просто я думала, что ты Что я? Ну Ну артистка Никакая я не артистка В целом Ирина Федоровна успела сняться в пяти картинах Премьера третьего фильма Кто стучится в дверь ко мне Состоялась в феврале 1983 года Ну иди сюда Иди сюда, ну Извините, я по поводу Али Девушку Перестаньте наконец меня Преследовать с этой вашей, как ее Алей Она переночевала и ушла И больше, надеюсь, не вернется Я замерз Ну вы понимаете, что Алю ищут Ей вообще нужно исчезнуть и не возникать нигде Вы понимаете? Через год Леонид Арканович пригласил Крытникову В мелодрамму срок давности Где ее партнерами По съемочной площадке Стали Наталья Гундарева И Георгий Бурков Люся, это твой отец Здрасте Извините, мне на работу пора Взрослая Последний раз актрису пригласили на съемочную площадку в 1984 году Ирина Крытникова сыграла лесную девушку В экранизации Этот фантастический мир Выпуск 10 А что вы здесь делаете одна? Так рано? Сколько вам лет? Мне 17 лет и я помешана Мой дядя говорит, что одно неизбежно сопутствует другому Хорошо глядь в лесу, правда? Личная жизнь Со своим будущим мужем Леонидом Каюровым Актриса познакомилась на заре карьеры На тот момент ее избранник Служил в театре Советской Армии В 1981 году Влюбленная пара Зарегистрировала отношения Вы, наверное, первый учениц в школе Ну что вы, в школе по мне не скучают Видите ли, у меня совершенно не друзей Хотя очень общительная Это как будто бы еще раз доказывает, что я ненормальная Но все мои одноклассники Они либо кричат и прыгают, как сумасшедшие Либо дерутся Вы замечали, как люди теперь беспощадны друг другу? Вы рассуждаете, как старушка? Своего жилья у молодоженов не было Их приутили родители Каюрова Но найти общий язык со старшим поколением Оказалось не так-то просто Через год супруги съехали на арендованную квартиру Когда Леонид влился в коллектив МХАТа То привел туда Ирину Актриса играла в постановках «Принц и нищий» и «Вагончик» Несмотря на талант и успех Корытникову так и не зачислили в штат театра Со временем обиды накопились настолько Что полностью уничтожили любовь к сцене Даже заманчивое предложение сыграть в регендарной постановке «Синяя птица» не вдохновило ее Внутри у актрисы все перегорело, но в то же время на театральном пепелище у нее родилась любовь к Всевышнему По жизни Ирина была очень веселым и добрым человеком и обладала прекрасными вокальными данными Путь к Богу она выбрала сама Ирина пришла в храм и стала петь в церковном хоре Через некоторое время ее супруг Леонид все чаще начал посещать церковь Он ездил в Троице Сергиеву Лавру, а потом поступил в духовную семинарию На жизнь Ирина зарабатывала пением в церковном хоре А через некоторое время Леонид был рукоположен в диаконский сан А Ирина стала матушкой Супруги полностью отошли от искусства и практически не встречались с коллегами В конце 90-х годов у Ирины Федоровны начались проблемы со спиной К врачам она не обращалась и все списывала на остеохондроз Затем у Корытниковой ухудшилось зрение и нарушилась координация После обследования выяснилось, что это рассеянный склероз Состояние здоровья постепенно ухудшалось И Ирина становилась совершенно недееспособной Его безутешное горе разве чем отличалось от ее горя Что-то там в мире катилось, происходило, но с тех пор, как они вместе Они будут подкреплять друг друга любовью И все перенесут В последнее время за Ириной Федоровной присматривали специалисты в хосписе Советская актриса Ирина Корытникова ушла из жизни 1 декабря 2017 года В возрасте 61 года Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал Впереди много интересного Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!